Россия согласна на введение миротворческого контингента на Донбассе, но выдвигает новые условия. Вчера Москва заявляла, что миссия должна контролировать линию разграничения, а не украинско-российскую границу. Сегодня член трехсторонней контактной группы Борис Грызлов заявил, вводить контингент следует после того, как Киев предоставит территориям особый статус, сообщает Интерфакс. В украинской части трехсторонней группы по результату заседания распространили заявление, Киев последовательно отстаивает идею введения миротворцев на всю территорию Оргло, включая украинско-российскую границу. Напомню, вчера российский президент поддержал идею ввести голубые каски на Донбасс. Москва даже подала свой проект на рассмотрение Совбеза ООН. Наш МИД вчерашнее заявление России назвал попыткой придать происходящему на Донбассе статус внутриукраинского конфликта. Президент Украины саму идею ввести миротворцев выражал гораздо раньше и говорил о намерении поднять этот вопрос во время своего визита в США на заседании Совбеза ООН 20 сентября. Предложение о голубых касках на Донбассе сегодня прокомментировала Германия. Спикер немецкого правительства Ольрике Деммер заявила, разместить миротворцев необходимо по всей территории Донбасса, а не только на линии разграничения. И не согласовывать это с представителями так называемых ДНР и ЛНР. В оппозиционном блоке поддерживают идею миротворческой миссии и подчеркивают, что выступали за введение голубых касок сразу после подписания минских договоренностей. В мире 30 таких миссий и везде, где они входили в голубые каски, везде прекращалась стрельба и останавливалась война. Мы хотим остановить войну. Вся страна этого хочет, кроме партии войны, которая тут же начала критиковать из парламента эти инициативы. Для этого голубые каски на линии разграничения это вариант, который позволит обеспечить этот режим. Дальше политический процесс, который связан с законом об основном статусе этих территорий на определенный период для восстановления инфраструктуры. Это воссоединение и интеграция этих территорий с Украиной, возврат людей. Это была наша инициатива для того, чтобы сделать разъединение вооруженных сил и обеспечить режим тишины, не допустить стрельбы и убийств, то на линии разграничения должны стоять голубые каски. Мы очень позитивно это оценим, считаем, что это откроет дорогу к политическому регулированию процесса. А самое главное, это прекратятся убийства и перестанут гибнуть люди.